Среди клопов, бегающих по поверхности воды, наиболее известными являются водомерки. Но у них имеются различные родственники, столь же широко распространенные, однако гораздо реже попадающиеся на глаза. В основном в силу того, что они обладают более скромными размерами и более короткими ножками. В первую очередь речь идет про семейство так называемых велей. Даже самые большие вели не достигают и сантиметра в длину. Ну а в данном ролике я познакомлю вас с самыми маленькими родственниками настоящих водомерок и одновременно вообще клопов, блуждающих по поверхности водоемов. В соответствии со своим родовым названием, микровелии, также иногда называемые велей-крошки, являются наиболее мелкими представителями как в своем семействе, так и вообще среди наших местных клопов, бегающих по воде. Длина тела взрослой крылатой особей не доходит и до двух миллиметров. Кроме размеров, от типичных водомерок они легко отличаются по форме тела, более короткие и широкие, а также не столь далеко разнесенными в стороны ногами. Хотя они все еще достаточно длинные, чтобы комфортно перераспределять вес на большую площадь поверхностной пленки воды. В скорости движения вели и крошки также проигрывают водомеркам, даже если мысленно представить, что они равны по своим размерам. Но зато они значительно комфортнее чувствуют себя на твердой поверхности, что позволяет спокойно переползать с воды на плавающие листики и обратно. О том, за счет чего вообще подобные животные ходят по воде и не тонут, у меня на канале уже есть отдельный видеоролик на примере обычной водомерки. Ссылочку я оставлю в описании к данному видео, посмотрите, кто не видел. Представители рода микровелий очень широко распространены, встречаясь в основном в стоячих и слаботекущих водоемах. В мире их насчитывается больше 200 видов, разницу между которыми чаще всего трудно заметить невооруженным глазом. Зачастую они разводятся в местах своего обитания в больших количествах, но из-за скромных размеров остаются незаметны. Это помогает клопам также незаметно попадать в различные аквариумы вместе с растениями или живым кормом. А затем внезапно выясняется, что не пойми откуда, на поверхности появились малюсенькие темные прыгунчики. Если сильно не всматриваться, их даже можно спутать со столь же темными поверхностными многохвостками, ссылочку на видеоролик про которых я также оставлю в описании. Впрочем, характер движения значительно более активный. Кроме того, микровелии хищники, отлавливающие все, что способны поймать, поэтому многохвостки рано или поздно станут их добычей. Также эти клопы поедают всевозможных мелких мошек, упавших в воду. Еще иногда я наблюдал за тем, как микровелии пытаются поймать циклопов, поднявшихся к самой поверхности. Получается, это далеко не всегда, но успешные попытки были. Клоп пытается совершить нечто вроде крохотного прыжка вниз, слегка прогибая своим весом небольшой пузырек с поверхностной пленки и как бы захватывая им рачка, после чего добычу можно перехватить хоботком и ножками. Микровелии запросто приживутся в травниках и креветочниках, где, скорее всего, сами смогут находить себе пропитание. В своем аквариуме я их никогда специально не кормил, что не помешало им подолгу жить и размножаться. Хотя в случае сомнений на поверхность всегда можно бросить какое-нибудь маленькое насекомое с достаточно мягкими покровами, чтобы их получилось проколоть хоботком. К слову, таких клопов можно рассматривать как полезных помощников в борьбе с тлёей, заводящейся иногда на рязке и других растениях, выступающих на поверхность. Ну а с рыбками они, разумеется, несовместимые, так как и сами микровелии и их добыча непременно станут пищей для рыбок. Как и у всех клопов, личинки отличаются от взрослых размерами и отсутствием крыльев, если они вообще имеются у взрослых особей. В группе велий в этом смысле есть разные варианты, в том числе, когда в пределах одного вида попадаются и крылатые, и бескрылые версии. Ну а образ жизни личинки ведут точно такой же. Период размножения длится всё лето, и яйца откладываются редками на плавающие растения. При содержании в аквариуме желательно также дать микровелиям что-то плавающее на поверхности, например, листики ряски. В общем, эти забавные малыши способны дополнить травники и креветочники очередной любопытной формой жизни. В силу размера, клопы практически безвредны для типичных аквариумных обитателей, хотя их попадание в аквариумы, где выводятся из икры особо мелкие мальки, всё-таки стоит избегать. Не думаю, что микровелии способны нанести много вреда, но несколько миллиметровых мальков, поднявшихся к поверхности, возможно, всё-таки сумеют выхватить. Если вам понравился данный ролик, не забудьте поставить лайк в его поддержку. Подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики про интересных животных и не только. Спасибо за внимание, добра и удачи, дорогие друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!